Вот как потрясающе птица поет на рассвете. Всем привет, друзья! Сегодня мое новое видео для вас. Да, друзья, жизнь продолжается. Хотя бы здесь все спокойно, а душа не на месте. Сегодня еще одно небольшое видео хочу сделать для вас. Оно состоит из маленьких фрагментов. Хочу показать вам детский парк. Сейчас вот посмотрим. Я снимала коротенькое видео для своего внука. Ему очень понравилось. Ну вот и решила вам тоже показать. Ну и еще маленькие сюжетики. Давайте мы с вами будем смотреть. Это небольшой парк аттракционов специально для детей. Здесь на набережной в Сандауне он пользуется большой популярностью. И всегда здесь люди. Даже вот в обычный будний день у нас уже праздники платинового юбилея закончились. Сегодня понедельник. Но тем не менее погода хорошая и люди отдыхают, развлекаются по-всякому. Здесь вот тоже детский тир такой. Опять же пираты. Как обычно. Не винтовками, а пушками здесь стрелять. Тоже интересно для детей. Ну вот опять я вам показываю свои цветочки. Просто грандиозные, друзья. Ну посмотрите, как они цветут. Я нарадоваться не могу. Это называется пеларгония или королевская герань. Вот такая неописуемая красота. Я еще наверху один горшок сделала кашпо. Вот такое подвесила. Я только купила эту пеларгонию. Она такая же, просто другого цвета. Но видите, вот она еще молоденькая. Она цветет не так буйно. А вот это, если сейчас спросите меня, чем я удобряю, что я чем поливаю. Я удобряю только лишь навозом конским. Перемешиваю его с землей. И вот таким вот образом внизу там в грунт добавляю. А здесь, посмотрите, куст камели уже весь обсыпался. Вот он огромный. И внизу такой ковер из лепестков. Но еще есть и нормальные. Цветут вовсю. Красота. Красота. И этот куст камели, он стал уже деревом. Посмотрите. Наконец-то я смогла добраться до сирени. Хотя она уже отцветает, конечно. Но, друзья, запах. Запах просто с ног сшибательный. И вот здесь красивое место. Все цветет. Там еще вдали, видите, вот этот кустарник. Не помню, как он называется. С голубыми цветами. Бесподобный. Ну и красавица-сирень, конечно же. Посмотрите, как она буйно цветет. А это вот мне нравится. Здесь такая стоит. Все еще действующая телефонная будка, которая в основном символизирует и олицетворяет лондонские улицы и саму Англию. И вот она здесь на удивление все еще работает. Но, видите, видишь, написано, что только emergency. Ну, то есть только какие-то такие 010203 телефоны. И здесь рядом с этой будкой, посмотри, какая лестница дикая вверх. Я сколько вот думаю по ней взобраться, но никак. А здесь написано, что это публичная дорога вот такая. Я уже много раз вам показывала вот эти вот квартиры, но не устаю их еще раз показывать и рассказывать. Представляете, как живут люди? Вот они там просто в подвальных этажах. Я показывала много раз и раньше. Я показывала в сандауне, а это уже вентер. И вы знаете, мне кто-то сказал, да нет, это не может быть, чтобы там люди жили, там подсобное помещение. Ну, вот видите, это не подсобное помещение. Это в таких низких уровнях, ниже уровня земли, живут люди. Вот они такие непритязательные англичане. сплошь, сколько иду здесь по вентеру. У меня и эти квартиры на обычной улице. Вот они здесь. Есть еще вот такие, посмотрите, квартиры. Даже не знаю, как вам показать, чтобы вам было понятно. Вот здесь вход. Вот он. И дальше над обрывом. Практически над обрывом, смотрите. Видите? И вот у них там вход. Это уже, знаете, для скалолазов. И здесь вот, видите, лестница. Там просвечивается все. Страсть! Вот так они здесь живут. И не парятся. Вот и там внизу, видите, на уровне земли все живут. Еще, так как я уже обещала вам показать окончание, когда построится вот этот новый дом у нас здесь на высоком холме, доме, на углу, на самом обрыве стоит, уже построен. Вот я вам показываю, как окончательно выглядит этот дом. Видео вверху, когда он только начинал строиться, я ходила там внутри, показывала эти квартиры. И вот, смотрите, они еще проданы не все. Квартир здесь немного. По-моему, всего 14. Но вот видите, три квартиры все еще вывешены для продажи. Скорее всего, что эти квартиры там где-то неудобные. Скорее всего, без всякого вида хорошего. Ну и они стоят 400 тысяч фунтов. Двухспальневая такая квартира, апартаменты, две спальни и маленький балкончик. По-моему, там кухня, совмещенная с большой цитин-рум. Со всех сторон показываю вам этот дом. Сейчас уже все здесь оккультурино. И выглядит он вполне себе даже прекрасно. Основные квартиры наверху, вот они куплены. Там уже проживают люди, видите. Обустроили балконы красивые. Ну, а три квартиры все-таки зависли. И, может быть, на них снизят цену. Я уже рассказывала вам, что, несмотря на то, что я очень долго не выходила в эфир со своими видео, я продолжала снимать какие-то интересные сюжеты, когда гуляла. А гуляю я каждый день по разным местам. И вот сегодня я показываю вам вот эту нарезку. Это снятое видео в разное время. В течение трех последних месяцев. Март, апрель и май. Поэтому не удивляйтесь, что еще и камелия там цветущая. И сирень у нас. Все это получилось вместе. Вы знаете, иногда после некоторых вот таких вот странных комментариев, когда мне пишут, лучше бы вы показывали свои цветочки. Да, я на самом деле люблю показывать цветочки и показываю. Наверное, и буду показывать цветочки, потому что это красота, которую, наверное, даже не во всех городах и встретишь. Особенно так буйно, как здесь все цветет в Англии. Это можно увидеть не везде. Вот. Ну и поэтому, знаете, я хотела, конечно, перестать показывать цветочки. Потом думаю, да ладно, Господи. Людям нравится, в основном моим зрителям. Ну, а обращать внимание на каких-то неадекватных я уже не буду. Хотя, вот настолько неприятно бывает. Кто-то мне говорил, не обращайте внимания. Но не обращать внимания очень трудно. Тем не менее. Мои дорогие. Привет-привет. Ну-ну-ну, не бойся. Не бойся, красавица. Я покажу твоих утяпочек маленьких. Да, видите. Это твой там полетел, да? А посмотрите, какие малютки тут. Посмотрите, какие малютки. И они учат забираться наверх. Вон, видите. А малыш никак не может забраться. Малыш не может никак забраться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, давай. Забирайся. Нет, не под силу. А вот, посмотрите, как интересно. Вот этот желтенький, это называется он белый. А посмотрите, вот еще. Сколько там их малюсеньких. Сколько там малюсеньких? Только народились. Красавчики. Ну, и вот. Чужих прогоняют. И здесь малышня. Вот они какие-то. Ой, какие они хорошенькие. Вот только посмотрите. Только-только народились. Да? Ну, не бойтесь. А что-то у лебедей я не вижу. Наши красавицы, пары. И все почему-то без детей. Вот так. И вообще, вы знаете, лебедей осталось очень мало. А вот этот один малыш там из четверых что-то совсем хромает сильно. Хромает и садится без конца, видите. Кто-то его, наверное, сильно стукнул. И что с ним тут случилось, уже никто не знает. Я давно не была здесь, на пруду с вами. Тоже любуюсь новым потомством. Ну, конец мая у них уже, конечно же, должны народиться птенцы. Поразительно, что лебедей на пруду осталось очень мало. Ну, и напоследок для вас маленький подарок. Я встала как-то в 4 часа утра, потому что меня разлудили птицы. Они так сильно здесь и громко поют. Именно на рассвете. Пятого утра. И не надо никуда ехать. Лучше, чем тарванье. Лучше. Продолжение следует... И постепенно приходит рассвет.